Тема девятая. Эпоха дворцовых переворотов. Параграф первый. Причины и особенности дворцовых переворотов. После смерти Петра I борьба за трон не прекращалась в течение нескольких десятилетий, получивших название эпохи дворцовых переворотов. За 37 лет 1725-1762 годы на российском престоле сменилось 6 царствующих особ, зашедших на престол в результате сложных дворцовых интриг или переворотов, имеющих характерные особенности. Во-первых, они не преследовали целей коренного изменения основ государственной власти и политического устройства. Во-вторых, инициаторами переворотов выступали различные придворные группировки, стремящиеся возвести на престол своего ставленника. В-третьих, почти все перевороты проходили по одному сценарию, где непременной и главной силой была гвардия, а важнейшим следствием усиление политических и экономических позиций дворянства. Введенный Петром I порядок престола наследия 1722 года сделал объектом интриг вопрос о назначении преемника царствующим монархам. Большое количество прямых и косвенных наследников дома Романовых, за которыми всегда стояли корпоративные интересы дворянства и аристократии, порождало нестабильность, а зачастую и торможение в государственном развитии. Параграф 2. Правления Екатерины I, 1725-1727 годы и Петра II, 1727-1730 годы. 28 января 1725 года, после смерти Петра I, не успевшего назначить наследника, встал вопрос о престолу наследий. Ближайшее окружение царя, возглавляемое светлейшим князем Александром Меншиковым, стремилось передать престол супруге усопшего императора Екатерине Алексеевне. Родовитые знать, долгорукие Голицыны прочили на царствование его внука Петра II. Спор между дворянскими группировками разрешили в пользу Екатерины Алексеевны гвардейские Семеновские преображенские полки, впервые заявившие о себе как о чрезвычайно влиятельной политической силе. Как и рассчитывали поддержавшие ее вельможи, Екатерина Алексеевна оказалась совершенно неподготовленной к государственной деятельности. Этим поспешили воспользоваться Меншиков, Петр Толстой, Алексей Макаров и другие. Чтобы упрочить свое положение, они учредили в 1726 году Верховный Тайный Совет при императрице. Тем не менее, заметных перемен в политической жизни России не произошло, так как со смертью Петра I главной и единственной задачей всех придворно-группировок стала борьба за власть. Птенцы гнезда Петрова, оттеснившие от трона старую знать, вскоре утратили единство, и реальной силой стал Меншиков, влияние и власть которого стали, по сути, неограниченными. Это привело к расколу рядов бывших его союзников и расчистило дорогу его соперникам-аристократам. После смерти в 1727 году Екатерины I русский престол занял 16-летний Петр II. Положение Меншикова пошатнулось, и даже обручение императора с его дочерью не спасло князя от ареста и ссылки в Березов. Петр II мало занимался государственными делами, предпочитая им охоту. В этих условиях страной практически самостоятельно управлял бюрократический аппарат во главе с вице-канцлером Астерманом. При дворе резко усилилась группировка старой знати Долгоруких и Голицыных. Символом правления сил, тяготеющих к консервативному русскому стилю политики, стал перевод столицы из Петербурга в Москву. В январе 1730 года было объявлено о свадьбе императора с княжной Долгорукой. Съехавшееся в Москву на свадебное торжество дворянство попало на похороны внезапно умершего Петра II. Но разъезжаться оно не торопилось, чувствуя себя в некоторой степени ответственным за судьбу престола и свою собственную. Дворянство хотело различных привилегий. При намечавшемся олигархическом правлении добиться их было бы труднее. Верховный тайный совет решил пригласить на русский престол племянницу Петра I, вдовую курлянскую герцогиню Анну Иоанновну. Верховники разработали специальные условия, кондиции, на основании которых Анна должна была управлять страной. Новая императрица принимала на себя обязательство не выходить замуж без согласия верховников, не назначать наследника и решать важнейшие государственные вопросы только при участии Верховного тайного совета. Кондиции вводили в Россию конституционно-аристократическую монархию. Однако недовольство основной массы дворянства, не желавшей усиления родовитой знати и надеявшейся на более радикальные перемены, помогло Анне Иоанновне отстоять самодержавие. Используя возникшие противоречия и опираясь на гвардию, она 25 февраля 1730 года отказалась от данных Верховником обещаний и разодрала кондиции. Параграф 3. Правление Анны Иоанновны 1730-1740 годы. Поскольку при возведении Анны Иоанновны на престол решающую роль сыграло дворянство, а его интересы и заботы самодержавной монархии совпали, то и политика новой императрицы стала продворянской. Новый политический курс ознаменовался переводом столицы обратно в Петербург. Верховный тайный совет был уничтожен, вместо него в ноябре 1731 года был создан кабинет министров, состоящий из трех человек. Идя навстречу чаянием дворянства, Анна Иоанновна отменила ненавистный указ Петра I о единонаследии, сократила срок дворянской службы до 25 лет, для обучения дворянских отпрысков учредила кадетский корпус, а также элитные места службы, измайловские, а затем и конно-гвардейские, гвардейские полки. Необходимо заметить, что на время правления Анны Иоанновны пришелся пик финансового кризиса в России. Не все реформы Петра I заработали, а сбор подушной подати в необходимых количествах не осуществлялся практически никогда. Но, несмотря на это, многие начинания Петра были продолжены. Впервые за пять лет был профинансирован Балтийский флот. Продолжено строительство обводного Ладожского канала, получило финансовую поддержку экспедиции Беринга. Анна Иоанновна сделала то, на что не решался Петр Великий. Ради более стабильной работы промышленности крестьяне и работные люди, трудившиеся на фабриках, закреплялись за ними, а предприятия получали право покупать себе рабочую силу. Наконец, в 1730-е годы целенаправленно проводилась секуляризация церковных земель. Если Петр I подчинил церковь политически, то его племянница стремилась завладеть еще и обширными монастырскими земельными угодьями. Только смерть императрицы да дело Артемия Волынского помешали осуществлению задуманного. В 1738 году кабинет министр Волынский предпринял попытку добиться ослабления позиций иностранцев в высшегосударственных сферах. Однако в результате интриг Берона Волынский и его сторонники были арестованы и позднее казнены. В отечественной историографии С легкой руки историков XIX века сложилось мнение, что во время правления Анны Иоанновны существовало засилие немцев, возглавляемых фаворитом Анны Бероном, с непременно антирусской направленностью. Но существует и другая точка зрения. Никакой немецкой партии при русском дворе не было, а иностранцы в России и жили давно, и едины не были. Анисимов. Другое дело, своекорыстный интерес, присущий практически всем им. Именно своекорыстным интересом и был движим Берон. А насколько Берон был всесилен, показали последующие за смертью Анны Ивановны события. После смерти в 1740 году Анны Ивановны престолу наследовал грудной младенец Иван Антонович в 1740-1741 годы сын ее племянницы Анны Леопольдовны и герцога Антона Брауншвейгского. Регентом был назначен герцог Берон, что вызвало возмущение не только дворянства и гвардии, но и родителей наследника, а также верхушки придворной аристократии. Только три недели смог продержаться у власти Берон. В результате переворота в ноябре 1740 года он был свергнут. Регеншей стала мать императора Анна Леопольдовна, а правительство возглавил Миних, устраненный затем Остерманом. Распри внутри господствующей верхушки только ускорили ее падение. Непопулярность брауншвейгской фамилии за силе временщиков резко контрастировали с ростом популярности дочери Петра I Елизаветы Петровны. Опираясь на антинемецкое настроение в обществе, поддержку иностранных дипломатов и личных друзей, при решающем участии гвардейцев преображенского полка, Елизавета в ночь на 25 ноября 1741 года совершила очередной дворцовый переворот. Параграф 4. Правление Елизаветы Петровны 1741-1761 годы и Петра III 1761-1762 годы. Вступление на русский престол Елизаветы Петровны проходило под знаменем возврата к Петровским порядкам. Сенат вновь стал высшим органом власти. Кабинет министров был упразднен, восстановлен ряд коллегий. В 1756 году в связи с вступлением России в Семилетнюю войну была учреждена конференция при высочайшем дворе, постепенно сосредоточившая в своих руках всю полноту власти. Большое значение для экономического подъема страны сыграло отмена в 1754 году внутренних таможенных пошлин. Во время правления Елизаветы была облегчена рекрутская повинность, списаны недоимки за 17 лет, официально отменена смертная казнь. С увеличением привилегий дворянства усиливалось и крепостное право. При Елизавете дворянству по существу были переданы полицейско-административные функции, принадлежавшие ранее государству. Помещики получили право ссылать провинившихся крестьян в Сибирь с зачетом их вместо рекрутов. Была предпринята также попытка выработать новые законодательства, собрав для работы по составлению нового уложения народных представителей. Однако это начинание, как и многие другие, осталось нереализованным. Годы правления Елизаветы Петровны, совпавшие с окончанием финансового кризиса, были отмечены ростом патриотизма, расцветом науки и образования, развитием национального самосознания. В эти годы были созданы благоприятные условия для дальнейшего развития России, подготовлены государственные деятели, составившие в будущем славу Екатерины Великой. После смерти в 1761 году Елизаветы Петровны на русский престол вступает внук Петра I, император Петр III. Все связанное с Россией было глубоко чуждо новому императору, родившемуся и выросшему в Галштине. Он плохо знал и не стремился изучить язык и обычаи той страны, в которой ему предстояло царствовать, с пренебрежением относился к православию. Своим идеалом наследник русского престола избрал прусского короля Фридриха II, а свою главную цель видел в наказании Дании, некогда отобравшей у Галштинских герцогов северогерманскую землю Шлезвик. С началом Семилетней войны Петр Федорович, тогда еще великий князь, поддерживал тайную переписку с Фридрихом II, открыто радовался победам Пруссии и не верил ни одному русскому источнику с театра военных действий. Бесповоротно восстановил против себя общественное мнение Петр III уже на следующий день после вступления на престол. Он известил Фридриха II о своем намерении заключить мир с Пруссией. Согласно условиям договора, Россия возвращала Пруссии все занятые в ходе войны земли, отказывалась от контрибуции и заключала с бывшим противником союз. К тому же Петр начал готовиться к абсолютно ненужной России войне с Данией за возвращение Шлезвига. В обществе все это воспринималось как предательство русских национальных интересов. И даже продворянские мероприятия и указы, например, манифест о даровании свободы и вольности российскому дворянству, не смогли сохранить престол ненавистному императору. В 1762 году произошел новый переворот, Петра вынудили отречься от престола, а затем убили.